В Шушарах, Петербург, произошел громадный пожар, который уничтожил склад Вайлддеррис. Площадь склада, расположенного на Московском шоссе, составляет около 100 тысяч квадратных метров. Огонь начал распространяться с первого блока, где находится сортировочный цех. В момент возгорания на складе находились около 1 тысячи человек, при эвакуации которых началась паника и давка. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь на складе Вайлддеррис распространялся с огромной скоростью, и дым от него был виден жителям Санкт-Петербурга и пассажирам самолетов, прилетающих над складом. Просто капец. Полчаса и нет склада, комментировали происходящие очевидцы, снимающие пожар на свои телефоны. Сообщается, что к настоящему времени экстренные службы смогли локализовать пожар на площади 70 тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что буквально за неделю до пожара на складе в Шушарах несколько раз срабатывала пожарная сигнализация по неустановленной причине. Возгорание на складе в Шушарах стал не только катастрофой для самой компании Вайлдберрис, но и для всей логистической сети, связанной с ней. По имеющейся информации, в строительство этого распределительного центра было вложено порядка трех миллиардов рублей, и это был один из крупнейших объектов компании. Руководством компании принято решение о возврате средств покупателям за уничтоженные огнем товары, а также обещана компенсация продавцам. Для владелицы Вайлдберрис Татьяны Бакальчук сообщение о пожаре стало шоком. По неподтвержденным сведениям, она так была эмоционально потрясена, что даже расплакалась. Однако больше всего сейчас интересует, что стало причиной возгорания. Основной версией, которой склоняются правоохранители и сотрудники распределительного центра, является версия с поджогом, совершенным в отместку за мигранта, получившего ножевые ранения тремя днями ранее возле складов Шушара. Напомним, несколько дней назад прямо у склада в Шушарах произошла массовая драка выходцев из постсоветских республик. В результате потасовки получил ножевые ранения 33-летний уроженец Азербайджана. Позже было произведено задержание лица, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 35-летний уроженец Таджикистана. Как сообщается, на Таджика уже возбуждено уголовное дело, по статье предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Срок по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. После того, как было получено сообщение о массовой драке на складе Wildberries, в распределительный центр нагрянули силовики, которые на протяжении двух дней выявляли нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. В итоге было были задержаны пять водителей машин, сотрудничающих с онлайн-ретейлером. Если версия с поджогом совершенным мигрантами подтвердится, то властям, наконец, придется всерьез задуматься над ужесточением миграционной политики. Если поджигатели решились поджечь склад, в котором находилось свыше 1000 человек, то это говорит о том, что никаких тормозов у чужеземцев просто нет. Нахождение мигрантов на территории России уже напрямую угрожает национальной безопасности нашей страны. Может, наконец, стоит задуматься о том, чем все это может закончиться? Тем временем, склад Wildberries в Шушарах продолжает гореть спустя 20 часов после начала пожара. На опубликованных кадрах видно, что здание по-прежнему объято огнем, которое хорошо видно с высоты авиапалета. С земли же камера зафиксировала густые клубы дыма, которые испускает почти разрушенное здание. Возгорание, по словам очевидца, началось с заискрившего лифта, подъемника. Одна из искр попала на товар, затем пламя за считанные минуты перекинулось на вещи, игрушки и картон. Страховщики подсчитали, что ущерб от пожара может составить до 11 миллиардов рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам вернуть деньги за оплаченные покупки. Остальные склады компании работают в штатном режиме. В Wildberries пообещали открыть новый склад взамен сгоревшего в Санкт-Петербурге. В течение недели в Санкт-Петербурге заработает новый склад Wildberries взамен сгоревшего. Об этом в рабочем приложении рассказали сотрудники маркетплейса. «Пункт приема и хранения товаров селеров заработает в течение ближайшей недели», говорится в сообщении. Уведомление для клиентов маркетплейса в приложении помечено как важная новость. Однако пока точная дата открытия нового склада не оглашается. Отмечается, что эту информацию сотрудникам озвучат позже. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Присоединяйтесь к нашему сообществу.